Привет! Сегодня я хочу рассказать о растениях. Вы знаете, почему они имеют всегда круглую форму и имеют всегда острые края. Возьмем в виде образца помидор. Вот листья помидора и вот сам помидор круглый. Это овощи. Возьмем, например, арбуз, виноград, яблоко. Все они имеют круглую форму. На самом деле это обычный закон физики, который вы всегда учите в уроках физики. И это для того, чтобы здесь происходили химические соединения, прохождения, которые вы учите тоже в школе, в уроках химии. Возьмем, например, обычный урок физики или химии. То есть, если в электролите пустить плюс-минус электрический ток, то через электролит будут проходить ионы. Ионы водорода, например, катион водорода, то есть, плюсовой водород идет к минусовому электроду. Вот. К минусовому электроду идет. Вот. Это урок физики, да? Вы знаете из урока физики, что круглая форма это статический конденсатор. Статический электрический конденсатор, который притягивает, что? Ионы. Да. Благодаря тому, что эти растения являются круглыми, они могут сохранять статическое электричество. Вот. Статическое электричество в статическом конденсаторе. Ну, это обычный урок физики да вот если статическая энергия плюс здесь заряжает вот этот круглые растения вот заряжает плюсом заряжает отсюда уже должны выходить отрицательные электроны которые притягивает сюда положительные катионного дрода это обычный урок физики урок химии да вот это должны знать все дети и все взрослые потому что все вы учились в школе вот острые края острые иголки от которого выходит статическая энергия об этом тоже вы все должны знать из уроков физики вот ну если круглые сохраняют значит от острых она не сохраняется а выходит вот благодаря тому что энергия плюс овая отсюда выходит выходит плюсовая отрицательные минус входит то есть опять же появляется вот этот урок физики до выходит плюс входит минус минус тянет и он и от земли вот и он и котел кати и он и водорода они уже входят в эти листья вот дальше вы еще должны знать о гидридах гидриды они сохраняют водород водород сохраняется в гидридах если есть давление давление и холод да вот вот то есть это давление это холод холод из-за того что идет дождь а давление потому что они имеют вот вот они упругие жесткие потому что у них вот такой специальный каркас даже покрытая каким-то воском да вот яблоко покрытое например воском вот это для того чтобы туда сохранилось много водорода ну водород это то есть гидриды это есть доноры водорода до антиоксиданты то есть любой антиоксидант это донор водорода антиоксиданты они защищают нас от свободных радикалов то есть от гидроксила радикала который выделяет перекись водорода перекись водорода выход выходит от иммунной системы вот ну биологию я не знаю и поэтому не буду вам рассказывать про биологию вот то есть я рассказал вам обычную физику обычную химию да вот и тогда появляется вопрос почему отсюда должен выходить энергия и откуда энергия вот откуда взять эту энергию статическую энергию на самом деле есть такое понятие как каменный уголь вот каменный уголь оказывается это изолятор молнии конденсатор молнии то есть они она не дает энергии молнии уходить под землю а заставляет энергию молнию распространяться над поверхностью каменного угля и сохраняет энергию потому что это электрический конденсатор конденсатор высокого напряжения вот по если это не каменный уголь то вы можете сами придумать такой изолятор молнии вот потому что эти круглые растения вот вот острые края круглые растения они именно созданы по законам химии по законам физики именно для такого изолятора молнии планет у нас много марс сатурн юпитер и мы должны научиться пользоваться вот вот этими вот этими формами которых банально написано учебник учебниках школьных учебниках спасибо за внимание и хорошей вам учебы